МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда у кого-то нет желания договориться, как правило, возникают непростые ситуации. Речь идет об искусственно созданном конфликте по поводу строительства в столице республики микрорайона Кувшинка. Напомним, что он строится на месте самовольно возведенного поселка в просторечии, называемом Шанхаем. Ситуация находится под контролем временно исполняющего обязанности главы Чувашии. Еще 18 мая Михаил Игнатьев провел рабочую встречу по развитию данного микрорайона. В совещании участвовали представители городских властей, правоохранительных структур, прокуратуры, Министерство строительства Чувашии, жители микрорайона, а также руководство строительной компании «Лидер», с которой в 2011 году администрация столицы республики на основании результатов аукциона заключила договор. Было начато строительство сразу нескольких позиций многоэтажных жилых домов. Застройщик обязан расселить жильцов из подлежащих сносу самовольно возведенных индивидуальных жилых домов, предоставив им благоустроенные жилые помещения возводимых позиций или по другому адресу, либо же выплатить денежную компенсацию. Я очень доволен, что наконец-то переехал, поэтому нисколько не сожалею. Мне предложили компенсацию, я получил и купил свое жилье уже. Я вышла в детдоме, мне предложили квартиру, я согласилась. Для меня жалко, но детям дальше жить надо. И они вряд ли захотят в этом доме, в котором я жила. У них дети, внуки уже, им надо благоустроенный, более теплый, уютный дом. В общей сложности расселению подлежат 289 домов. 90 незаконных домовладельцев уже достигли соглашения. 78 зарегистрировали свои квартиры, а 12 получили денежную компенсацию. Остальные ведут переговоры с застройщиком и мэрией. Министр юстиции Надежда Прокопьева всю рабочую неделю вела прием граждан и объясняла каждому незаконному домовладельцу, на что он имеет право. Я разъясняла их, в принципе, права, которые у них есть, и то, что касается их там жилого дома, я разъясняла, чтобы законодательство подробно давало консультацию, чтобы они понимали, что у них нет документов на землю, что у них нет документов на их жилой дом. В принципе, они это знают. И в данном случае, что претендовать на что-либо они не могут. Геннадий Кондаков живет в Шанхае 10 лет. Нет прописки и прав собственности. На условия застройщика согласен, чтобы хоть как-то узаконить свое существование. Вы согласны, да, на эти 30 квадратные? Да, в принципе, почему? Что мне? Согласны, да? Да. Большинство людей, с кем общались в Минюсте, рады возможного переселения и тому, что у них появится собственность. То, что нам сейчас предлагают, я рада. А предлагают и приватизируют самые главные. Это наша будет. Собственность у вас? Да. Нам сказали так, что собственности будут. 10 июня по инициативе администрации столицы состоялась еще одна встреча с жителями поселка. На ней начальник управления архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов рассказал о работе межведомственной комиссии. В межведомственной комиссии был организован опрос граждан, которые на сегодняшний день не заключили договора соу-лидер. Данный опрос проводился с 19 по 25 мая непосредственно на строительной площадке. И в последующем заявления принимались также в администрации города. В ходе опроса жители заполняли анкеты с указанием информации о площади строения имеющихся, о количестве проживающих, о согласии или несогласии с предложением застройщика микрорайона ООО «Лидер». При этом каждый житель был в праве предложить свои условия, на которых он согласен на переселение. В итоге поступило 192 анкеты. Администрация столицы, члены комиссии, представители фирмы застройщика просмотрели каждую из них. Было принято решение заключить дополнительные соглашения с изменениями по строкам с расселения, площади предоставляемых квартир. Иными словами, учесть требования жителей. В исполнении данного решения между администрацией города Чебоксары и ООО «Лидер» 5 июня 2015 года было заключено дополнительное соглашение. Номер 2 к договору номер 57-23 декабря 2011 года о развитии застроенной территории. В дополнительные соглашения были включены следующие пункты. Это, прежде всего, реестр, в котором указан перечень домов, который подлежит расселению. Указаны сроки расселения по каждому дому, а также площади предоставляемого жилья взамен сносимого. От ныне изменить эти пункты без согласия жильцов невозможно. Срок до 2016 года все жители Шанхая получат, кто сколько пожелал, кто сколько написал. Это все указано в договоре. Но не все такое решение встретили аплодисментами. Он ушел со встречи с группой людей и депутат госсовета Андрей Кулагин, зарабатывающий политические очки в этой ситуации и не желающий решать проблему конструктивно. Так вам нужно уйти или вам нужно решать вопрос в вашем микрорайоне и переехать? Вы для себя определитесь? Вы подвержены политическим спекуляциям или вы хотите получить новые квартиры? К сожалению, по-прежнему остаются те, кто не хочет слушать и слышать и наотрез отказался от участия в каких-либо переговорах по поводу своего переселения. 12 июня эти люди под руководством депутата отправились на двух автобусах в Москву, чтобы выразить протест действием застройщика микрорайона по мясокомбинатскому проезду. Хотя строительная компания действует в соответствии с законом. Непонятно, чего хотят добиться эти люди, ведь закон не на их стороне. Как уже говорила министра юстиции Чувашской республики Надежда Прокопьева, у этих граждан нет законных прав ни на жилье, ни на земли. Никаких документов про устанавливающих я сама лично вела прием. Прошлую всю неделю ко мне обратилось более трех десятков граждан. И ни у одного из них каких-либо документов на право собственности на землю или на дом, естественно, нет. Поэтому говорить о каких-то их юридических, законных правах на это жилье не может быть и речи. Другое дело, что сейчас у них, они вступили в гражданское правовое отношение с застройщиком, который осваивает эту территорию. Здесь вот они как бы уже с застройщиком договариваются. По договору он обязан их обеспечить благоустроенным жильем. Он взял на себя это обязательство и он обязуется их выполнить. На встречах с жителями этого микрорайона глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков не раз сообщал, что между администрацией города и застройщиком заключено дополнительное соглашение, максимально защищающее права граждан. В соглашении перечислены дома, подлежащие переселению. Обозначены сроки расселения граждан, а также площадь предоставляемого им жилья, размер которой указывался ими в ранее составленных анкетах. Появилось еще одно важное для жильцов условие. Застройщик не имеет права изменять сроки переселения и площадь предоставляемого жилья без согласия жильцов. Алексей Ладыков подчеркнул, что задачей администрации города Чебоксара является максимальное удовлетворение запросов граждан при строгом соблюдении закона. Достичь этой цели можно только при взаимном уважении сторон и их стремлении к поиску конструктивного решения. В то же время методы политического давления и шантажа, которым призывают горожан отдельные политики, ни при каких условиях не помогут решить существующую объективную проблему. По поручению главы республики встречались буквально 10 июня. По поручению главы встречались вчера с жителями, когда узнали, что собираются автобусы отъезжать. Но, тем не менее, договоренности с этими жителями мы не нашли. На мой взгляд, это политические спекуляции с целью повлиять на предстоящие выборы главы республики, на предстоящие выборы депутатов городского собрания депутатов. Случайность это или нет, но буквально вчера по городу были раскиданы листовки от имени депутатов Единой России, в которых было указано приглашение в магазины города для получения продуктов питания. Это провокация. Депутаты таких заявлений не делали. Ну и опять же, те митинги, которые проводились, половина участников были не жителями краю на Шанхай. Кроме того, по информации Министерства транспорта Чувашии, 13 июня около 4 часов утра в районе города Горыховец Владимирской области один из автобусов, который направлялся в Москву, сломался, а второй не смог продолжить без него движение. Чтобы горожане смогли вернуться в Чебоксар, к месту поломки были отправлены два автобуса государственного предприятия Чувашавтотранс. Сегодня люди уже дома. О происшествии доложено и временно исполняющему обязанности главы Чувашии Михаилу Игнатьеву, который взял ситуацию под свой контроль. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА